Наталья Губенюк есть с нами на связи. Наталья Губенюк, начальник объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Украины Юг. Наталья, здравствуйте. Слава Украине, доброе утро. Героям слава. Говорим, конечно, о последствиях подрыва Каховской ГЭС с российскими оккупантами. Хочется у вас уточнить, известно ли, как был осуществлен этот подрыв, потому что российские пропагандисты заявляют о том, что это вооруженные силы Украины нанесли якобы ракетный удар, а потом еще появилась версия, что плотина сама по себе каким-то образом разрушилась. Известно ли, как произошла эта трагедия? Нам, конечно, известно. И я напомню, что в условиях, в том числе и гибридной войны, понимание инфляционного наполнения у нас с врагом абсолютно разное. И, в принципе, Совет Безопасности ООН вчера очень красноречиво продемонстрировал понимание того, кому верят и чья версия более достоверна. Версия, я говорю, конечно, в кавычках, потому что версии существуют у врага, и вы их озвучили уже как минимум две. А у нас есть точное понимание и есть возбужденное уголовное производство, в котором разбирается Служба Безопасности Украины. Соответственно, во время следствия есть необходимость сохранять тишину для того, чтобы были установлены все необходимые факты. И я уверена, что они будут обнародованы с абсолютной безопровержительной доказательной базой. Все здоровое человечество, в принципе, понимает, кому это было выгодно и почему это делается. Ну и снова обращусь к одному из тезисов Совета Безопасности ООН. Виноват тот, кто развязал войну. Абсолютная правда. В телеграм-каналах, на пропагандистских шоу российских, неимоверно радуются, естественно, произошедшему, потому как поводов для радости в самой России не очень много, учитывая то, на что идут деньги от нефтегазовых доходов. Потому приходится радоваться только тому злу и горю, которое они приносят в Украине. А радуются тому, что этот подрыв якобы усложняет контрнаступление вооруженных сил Украины. Но тут думается, что очевидно же, что вооруженные силы Украины, разрабатывая план контрнаступления, учитывали в том числе и безумные мысли, которые могут роиться в головах российских оккупантов. Насколько, если мы можем об этом говорить, насколько подрыв Каховской гидроэлектростанции осложняет контрнаступление вооруженных сил Украины? Если я скажу, что настолько, то, в принципе, всем станет все понятно. На самом деле, это шутка. Вы правы в том, что действительно мы учитывали возможность такого развития событий. Мы понимали, что оккупанты, заминировавшие ГЭС еще несколько месяцев назад и тщательно готовящиеся к этому процессу, несколько раз подходящие уже к черте «вот-вот запустим». Еще во времена деоккупации правого берега, когда они использовали Каховскую ГЭС как дамбу для перемещения техники и своей логистики другой, они уже тогда готовились подорвать и готовились, закладывая туда большие запасы взрывчатки. То, что сейчас происходит на левом берегу, конкретно там, где они располагались, где им приходится эвакуировать свои подразделения, перемещать свои позиции, и где они безжалостно бросили местное население, абсолютно не предоставляя никакой помощи, в состоянии гуманитарной катастрофы фактически, это снова и снова в умах цивилизованных людей доказывает, кто стоит за этим подрывом. Опять-таки, если мы можем об этом говорить, что с позициями Вооруженных сил Украины на Днепровских островах, потому что вчера было видео в российских пабликах и от российских военкоров, якобы о том, что усложнена эвакуация Вооруженных сил Украины оттуда, и они тех, кто эвакуируется на лодках, обстреливали, если можете об этом рассказать? То, что они продолжают обстреливать даже в условиях гуманитарной эвакуации, не только подразделений, а и мирного населения, это, да, еще одно проявление и в террористической сущности, потому что и вчера во время эвакуации на правом берегу, когда, при том, что правый берег пострадал значительно меньше левого, но все-таки подтопление там тоже есть, и людей необходимо было эвакуировать, продолжались обстрелы, продолжалась прицельная огневая работа по эвакуационным группам, с учетом того, что работала там полиция и спасатели, и мирных жителей доставали и пытались переместить в безопасные места, продолжались обстрелы тех районов, которые подтопило. То, что сегодняшней ночью, при том, что люди пережили такую серьезную техногенную катастрофу, и она еще развивается, враг продолжал обстреливать Херсон, конкретно по областному центру били, снова били по торговому центру, это говорит о том, что на их скудный розум они пытались понять, где развернули эвакуационные штабы и максимально навредить, максимально ударить туда, где сосредоточены люди. Это снова проявление терроризма. То, что военные подразделения эвакуировались оперативно, и вреда им это не нанесло, это понятно, опять же, возвращаясь к первому тезису нашего с вами разговора, что мы понимали и знали, что такое развитие событий может быть. Наталья, сами пропагандисты и так называемые эксперты на кремлевских каналах говорят о том, что подрыв Каховской гидроэлектростанции усложнил в том числе и их оккупационную работу на подконтрольных им территориях, потому как вода затопила в том числе и позиции российских оккупантов, и технику, и сами российские оккупанты едва ли не на деревьях остались сидеть, брошенные своим командованием. Можете подтвердить, либо опровергнуть эту информацию? Да, у нас есть подтверждение в виде радиоперехватов о том, что действительно побросали своих, и действительно есть понимание, что эта операция была особой секретностью без предупреждения тех подразделений, которые попали потом в зону подтопления, потому что морально-психологическое состояние оккупационного войска на том берегу очень нестойкое, и они осознают, что там очень много дезертирства, очень серьезно развито количество попыток их военнослужащих сдаться в плен, а значит передать соответствующую информацию. Поэтому они внутри себя друг другу не доверяют, и соответственно были вынуждены в руку. Наталья, спасибо вам большое, что нашли время с нами пообщаться с начальником Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины Юг Наталья Игуменюк. Говорили о подрыве Каховской гидроэлектростанции, о последствиях этого подрыва для контрнаступления вооруженных сил Украины и о последствиях для российских оккупантов. Продолжение следует...